Ну не делитесь, не делитесь. Ну все, отбирают друг у друга уже. О голодали. Ветеринар Артем Кучер говорит, у птиц явные признаки стресса и истощения. Неудивительно, несколько дней назад они метались в панике в окрестностях Олейска, пытаясь прокормиться на замерзающих озерах. Специалисты уверены, если бы люди не заметили и не спасли птиц, те бы погибли. Теперь пеликанов ждет вполне комфортная зимовка. Птицы будут зимовать при организации, соответственно, всю зиму проведут в теплых ангарах. До весны, где-то до конца мая птицы будут, соответственно, жить у нас и потом будут выпущены в природу. Увы, один пеликан все же погиб. Еще как минимум две птицы так и не удалось поймать. Живы ли они, неизвестно. По одной из версий, стая краснокнижных пернатых летела на юг, в юго-восточную Азию, и попала под прицел браконьеров. Взрослых особей, возможно, убили, а около десяти молодых сбились с курса и оказались на Алтае. Алексей Эбель, один из тех, кто ловил пеликанов, говорит, чтобы поймать эту пугливую птицу, пришлось постараться. Пытались всякими способами подкрасться из-за бугорка, из-за кустов. Ну, долго было, конечно, потому что, ну, представьте, там 10 мужиков, 5 часов смогли двух пеликанов только поймать. То есть, представляете, какой труд был. Специалисты говорят, раньше к нам залетали в основном единичные особи, а чтобы сразу так много – впервые. Кстати, в связи с этим Артем Кучер, которому предстоит смотреть за птицами всю долгую зиму, просит помочь с рыбой. К слову, одна особь съедает за раз больше двух килограммов, а кормить их надо по 3-4 раза в день. Звонить можно лично Артему. Телефон ниже на экране. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости. Да, вот эта температура.